Уважаемые коллеги, добрый день. Здрасте. Два года назад мы запустили специальную программу, нацеленную на развитие генетических технологий. Предлагаю сегодня оценить достигнутые результаты, проблемы, которые обозначились, и по итогам состоявшегося разговора принять дополнительные решения, которые позволят нам быстрее двигаться вперёд, с учётом той огромной скорости, с которой генетика развивается во всём мире. Имея в виду и фундаментальную науку, и развитие передовых производств в целых отраслей экономики, которые с ней связаны, прежде всего предлагаю сосредоточить особое внимание на правовом регулировании геномных исследований и применении генетических технологий. Здесь, как и во всех передовых областях, где человечество пока идёт неизведанным, прямо скажем, путём, немало сложных, спорных вопросов, как юридических, так и гуманитарных. Совершенно очевидно, что законодательство в сфере генетики должно открывать простор для научного поиска и создания инноваций в медицине, ветеринарии, селекции в других сферах. Вместе с тем нужно чётко обозначить и пределы допустимого использования генетических технологий. Речь идёт не только о современном правовом регулировании, но и о соблюдении этических норм. Они должны быть понятны, признаны исследователями и бизнесом, и, что принципиально важно, приняты обществом, пользоваться доверием людей. Уважаемые коллеги, все наши научные и технологические проекты должны быть направлены на достижение национальных целей развития, которые мы поставили перед собой на текущее десятилетие. Поэтому крайне значимо сфокусировать все приоритеты вокруг человека, повышение благополучия людей, синхронизировать наши усилия по срокам, ресурсам, реализуемым мерам. Уникальные открытия не должны оставаться только научным прорывом. Они, безусловно, должны служить людям. Давайте перейдём к обсуждению всех заявленных тем. Пожалуйста, слово заместителю председателя правительства Татьяне Алексеевне Голиковой. Прошу вас, Татьяна Алексеевна. Центром также завершается первая фаза клинических испытаний моноклонального антитела для лечения аутоиммунных заболеваний новым методом. Препарат перспективен для лечения 90% пациентов, которые страдают болезнью Бехтерева. А это тоже, по оценкам экспертов, помощь, которая может быть оказана порядка 500 тысячам миллиону наших граждан. Но, как также вы отметили, самих по себе разработок недостаточно. Важно обеспечить их практическое применение. Поэтому, по решению Совета, разрабатывается механизм оперативного внедрения в промышленное производство прикладных результатов деятельности центров мирового уровня. Речь идёт и о законодательных решениях, и о финансовых, и о технологических. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Моя задача существенно упростилась, поскольку Татьяна Алексеевна большую часть наших проектов уже подробно осветила. Мне остаётся только добавить некоторые детали, ну и рассказать о том, чего она не коснулась. В общем-то, есть о чём рассказать. Действительно, нами совместно с фирмой Биокатск создан новый препарат для лечения аутоиммунных заболеваний. Недаром рядом со мной сидит генеральный директор этой компании, ещё раз, так сказать, иллюстрирующий наше тесное взаимодействие с самого начала программы. Но, действительно, почему надо уничтожать эти патологические Т-лимфоциты, которые в норме защищают нас от вирусов и злокачественных опухолей? Но очень часто из-за ошибок иммунной системы могут атаковать здоровые клетки. Мы создали моноклональное антитело, которое прицельно убивает патологические Т-клетки. И классический случай такого заболевания – это болезнь Бехтерева, о которой говорила уже Татьяна Алексеевна, при которой из-за атаки Т-клеток на суставы перестают гнуться спина и происходит затруднение дыхания. У таких больных находят особый антиген, отвечающий за генетическую предрасположенность к этому заболеванию. При этом патологические Т-клетки несут на себе характерную структуру, которая и является мишенью нашего антитела. Интересный момент. Мы выяснили, что похожая ситуация возникает и при других аутоиммунных заболеваниях. Ну, там, например, ревматоидный антрит, болезнь Крона, псориатрический антрит и других, которые имеют генетическую предрасположенность. И мы видим ту же мишень для нашего антитела на поверхности Т-клеток. Это открытие, но хочу подчеркнуть, что это действительно открытие без ложной скромности, лучше я это скажу, существенно увеличивая число российских пациентов, которым наш препарат поможет. Спасибо вам большое. Вот знаете, вот я в справке читаю, здесь создано несколько клеточных линий и животных моделей болезней человека, разработаны тест-системы там и так далее. Возможно, в будущем терапия при помощи приходящих первую фазу тренических испытаний антител, там и так далее, и так далее. Вот вы сейчас упомянули и показали, что рядом с вами сидит один из руководителей нашей компании, одной из крупных компаний, Биокат, Морозов и Дмитрий Валентинович. Дмитрий Валентинович, вот в практическом плане, как продвигается вся эта работа, как вы это чувствуете на примере своей компании? Добрый день, Владимир Владимирович, добрый день, уважаемые коллеги. Вы знаете, для нас была очень необычная задача, да? Перед нами стоял взять академические разработки, когда наши коллеги в основном занимаются научными вопросами, фундаментальными вопросами, и трансформировать это в продукты, те, которые, так сказать, должны быть доступны в самое ближайшее время нашим пациентам. Задача непростая, но одновременно вот по мере выполнения этой программы у нас стоялось много встреч, и самое главное, что мы увидели, каким образом мы можем взаимодействовать, да, как бы фарма, индустриальная фарма и наши академические коллеги. И самое интересное, что мы нашли вот все те механизмы взаимодействия, в каком виде мы там друг другу передаем материал, как мы обмениваемся информацией, какие аспекты наиболее актуальны при создании терапевтических продуктов. И вот первый продукт, да, который сейчас наши коллеги говорили, это болезнь Бехтерева, мы будем сейчас лечить. Вы знаете, я очень надеюсь, что получится первый в классе в мире препарат с таким механизмом действия. Такой механизм действия еще неизвестен в мире, как бы мировая фарма такой механизм не освоила, и мы надеемся, если мы будем очень быстро бежать, то получим первый в мире препарат с таким механизмом действия. Я считаю, что это уникальная ситуация на сегодняшний момент. Последние новости, да, которые... Мы закончили первую фазу клинических испытаний, и поверьте, Владимир Владимирович, с точки зрения безопасности препарат показал хорошие характеристики. В следующем этапе мы должны посмотреть, насколько эффективно, но те признаки терапевтические, которые мы сейчас видим у здоровых добровольцев, я очень надеюсь, они сохранятся и в дальнейшей клинической практике, и мы выйдем уже тогда на испытания. Вторую и третью фазу клинических испытаний выйдем на рынок. Это очень интересно. Для нас очень важно очень быстро это делать, потому что, ну, как бы мировая фарма и мировая фармацевтическая помощь не стоят на месте, они тоже участвуют в этой очень большой гонке. И, конечно, регуляторные вопросы, связанные с регистрацией препаратов, для нас очень актуальны. И у нас есть предложение, мы Татьяну Алексеевне, как бы, так сказать, дадим, и мы попросим вас в возможности поддержать эту нашу инициативу, потому что очень быстро, это большая мировая гонка. Мы все очень бежим быстро. Нам важно, чтобы наша регуляторика очень способствовала выходу прорывных препаратов. Вот Михаил Альбертович у нас принимает участие в нашей сегодняшней встрече. Мы уже говорили много раз и с Татьяной Алексеевной, и с министром здравоохранения. Понятно, что всё должно происходить в этой сфере очень основательно. Подробные должны быть и фундаментальные исследования, прежде чем выводить какие-то препараты на рынок. Но, тем не менее, излишняя бюрократия тоже мешает. И сейчас Дмитрий Валентинович об этом убедительно сказал. Мешает не только нам в гонке на мировых рынках, мешает просто доводить до людей нужные препараты. Михаил Альбертович, что происходит в этой сфере? Вы мне обещали, что уделите этому внимание и всё сделаете для того, чтобы максимально разбюрократить принятие соответствующих решений. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. Это действительно так, поскольку указанный препарат против болезни Бехтерева, для лечения болезни Бехтерева, был разработан в подведомственном учреждении РНИМО. Это второй мед, и патент был передан компанией Биокад. Мы, в общем, заинтересованы кровно, что называется, в продвижении этого препарата, и оказываем просто беспрецедентное содействие в консультациях и так далее. Хорошо. Вы сказали о беспрецедентном сопровождении этих препаратов, о которых Вы упомянули. Вот создайте, пожалуйста, прецедент, наоборот. И на основе этого прецедента продолжите, пожалуйста, совершенствование системы регистрации препаратов, не только полученных с помощью генетических исследований, а в целом препаратов, которые крайне нужны людям. Мы с Вами говорили, Вы понимаете, о чём идёт речь. Я Вас прошу на это обратить особое внимание. Продолжение следует...